На первом Ярославском свою работу продолжает информационная служба в студии Елены Старковой. Здравствуйте! Программа капремонта будет идти по плану. Депутаты комитета облдумы по жилищно-коммунальному комплексу решили выделить дополнительные средства на эти цели. Первые работы в рамках программы начали вести еще летом. Сейчас они продолжаются. На будущий год, чтобы выполнить план, предполагалось выделить из бюджета 200 миллионов рублей. Однако оказалось, что этого недостаточно, поэтому депутаты предложили выделить дополнительно еще 400 миллионов, чтобы не корректировать программу. Региональное правительство инициативу поддерживает. Мы получили ваши рекомендации. И так как это важный социальный вопрос, и программа в июле стартовала, и сейчас уже первые работы ведутся, мы эти рекомендации приняли и уже в первое чтение то, что дали депутатам, это учли. То есть у нас ремонт многоквартирных домов в размере 600 миллионов рублей за счет бюджета, он обеспечен уже в первом чтении. В Ярославской области могут выделить полтора миллиарда рублей на строительство хирургического корпуса онкологической больницы. Об этом после визита в Министерство здравоохранения нам сообщил заместитель губернатора Ростислав Даниленко. Речь о финансировании возведения хирургического корпуса зашла после визита в наш регион вице-премьера Ольги Голодец. Тогда и была достигнута договоренность с областной властью о предоставлении средств из федерального бюджета. Сейчас процесс переговоров продолжается. С учетом роста валюты, потому что медицина это валютоемкое направление на самом деле, да, и с учетом различного других вещей уже показывает о том, что проектно-смертная стоимость этого объекта будет значительно выше. Она будет порядка трех миллиардов рублей. Договоренности есть пока полтора миллиарда. Они принципиальные, они подтверждаются, но нам надо в определенные сроки достигнуть за счет своих средств нам надо сделать проектно-смертную документацию, с которой мы будем обращаться в следующем году в Минздрав для вхождения в федеральную программу. Убрать алкоголь с прилавков с призывом спрятать спиртное с глаз долой выступили несколько депутатов Государственной Думы. Законодатели считают, что спиртные напитки, как и сигареты, не должны открыто демонстрироваться в продаже. Напомним, что с 1 июня этого года в силу вступил антитабачный закон, согласно которому на кассах от взгляда покупателей убрали сигареты. Отметим, что по данным Ярославльстата на учете с диагнозом алкоголизм в Ярославской области состоят почти 17 тысяч человек. В прошлом году от причин, связанных с употреблением спиртного, в регионе умерли более тысячи человек. От отправления алкоголем только в этом году в области погибли 220 человек. И в таблице рядом, и по игре далеко друг от друга не ушли. Ярославский шинник провел очередной матч первенства ФНЛ. В пятницу «Медведя» на своем поле экзаменовали «Волгарь» Юрия Газаева. По сравнению с предыдущей игрой черно-синих в Нижнем Новгороде, пятничный поединок против астраханцев получился куда менее острым и результативным. В итоге малоубедительная игра команд на поле переросла в еще куда менее убедительные 1-1 на табло. На гол в исполнении полузащитника ярославцев Игоря Горбатенко гости ответили точным ударом Харена Барамяна после ошибки защитника Абделя Ла-Манжа в собственной штрафной. Ничья, которая вряд ли подсластила жизнь командам, претендующим на зону стыков, уже завтра шинник проведет свой следующий поединок. В гостях подопечный Александра Побегалова сыграют с оренбургским газовиком.